Глубоковажаемый президент, глубоковажаемые коллеги, после столь блистательных докладов выступать очень легко. И хотелось бы сказать, что вот благодаря тому, что мы живем в эру таргетной терапии, у нас появилась возможность и находиться одновременно не только в зале со слушателями, но и находиться в одном информационном пространстве. И тот анализ тех мероприятий, которые мы постоянно проводим, а в этом году, а в этом месяце, по сути, это в месяц посвящен раку легкого, показывает, что вот такой формат мероприятия, он очень актуален и пользуется большой популярностью именно в таком медийном пространстве, поскольку затрагиваются основные вопросы, касающиеся мультидисциплинарного подхода. Когда опытный молекулярный генетик, патолог, хирург говорят о современных возможностях диагностики, о своевременной диагностике, правильной диагностике, а химиотерапевты представляют все эти современные данные, которые и есть на настоящий момент, а самое главное, что постоянно происходит, мы получаем новые данные. А жить и получать данные от одного большого конгресса к другому позволяют именно такие мастер-классы, своевременно освещающие все вопросы. И хотелось бы сказать, что почему мы затрагиваем сегодня вопросы качества жизни больных, поскольку если прошлое столетие, как я сказала, знаменовалось прогрессом химиотерапии, то в этом столетии мы живем в эру таргетной терапии. И целью, конечно, у нас наряду с увеличением общей выживаемости больных, больные теперь хотят не только жить долго, они хотят жить лучше и знать при этом все современные возможности. И мы должны именно в наших руках обеспечить больным качество жизни, поскольку что же такое качество жизни и почему мы так много о нем говорим, поскольку именно в качество жизни закладываются основные параметры, включающие физическое благополучие и социальное благополучие, психологическое благополучие и духовное. Вот этот весь аспект, он, конечно, представлен в жизни здорового человека. Что же мы видим, когда к нам приходит больной человек? К сожалению, особенно в распространенной стадии, к сожалению, именно больной, у него достаточно большая проблема в плане того, что уже качество жизни с момента постановки диагноза значительно страдает. И совершенно разрушены все основы физического благополучия, социального, психологического и духовного. И если качество жизни, безусловно, главная цель лечения пациентов при заболеваниях, не ограничивающая продолжительность жизни, качество жизни является дополнительной целью для лечения пациентов при заболеваниях, ограничивающих продолжительность жизни, то именно качество жизни является единственной целью лечения в инкурабельной стадии заболевания. То есть при определенных возможностях, если мы достигаем определенного регресса опухоли, то очень важно для больного по возможности ходить на работу, любить членов своей семьи, ходить в театр. И, конечно, именно это крайне важно для наших больных. Как они проживут, и они хотят прожить тот период жизни, который мы даем благодаря современным методам лечения, особенно касающиеся лекарственной терапии. И по всем канонам, которые мы сегодняшний день имеем, основными критериями эффективности лечения больных онкологических является общая выживаемость, и следом за ней неразрывно следует качество жизни, связанное со здоровьем. Причем это по рекомендациям FDA, по рекомендациям ASCO наиболее значимо в ряде случаев, чем непосредственная эффективность, чем непосредственный регресс опухоли, под которым мы подразумеваем объективный ответ, а также фармакоэкономическая целесообразность. И таким образом качество жизни, еще раз подчеркиваю, является вторым по значимости критерием оценки результатов противоопухолевого лечения. И также значимым критерием наряду с общей выживаемостью является именно выживаемость без прогрессирования. И получая увеличение данного показателя, для больных, что это дает больным? Это дает, опять-таки, контроль над опухолью. И если тот метод лечения, который мы используем, то для него также важно, чтобы этот метод был сбалансирован по токсическим эффектам. Что же дает именно, вот множество анализов показало, то, что закладывает качество жизни врач, и то, что воспринимает на фоне, то, что воспринимает пациент, как меняется его состояние здоровья. Это вот именно оценка возможна только с помощью опросников. Наиболее оптимальным опросником являются опросники РТСИ. И именно оценка качества жизни позволяет тот тонкий баланс определить между токсичностью и эффективностью именно с точки зрения пациента. И мы сегодня много говорили о таргетной терапии. Именно для больных с ИГФР, активирующими мутациями, именно таргетная терапия имеет наибольшую доказательную базу по эффективности. И хотелось бы сказать, если говорить по преемственности оценки и возможности применения опросников качества жизни, то наиболее совершенные методы оценки качества жизни использовались именно в данных исследованиях. Это ЛАНГЛАКС-3 и ЛАНГЛАКС-6. Здесь использовались опросники ИРТСИ, наиболее заточенные для больных с лакачественными опухолями, получающие лекарственную терапию. И здесь мы четко видим, если сравнить таргетную терапию с химиотерапией, как на основе комбинации, включающейся с цисплатинским цитабином, также комбинации цисплатина с пиометриксидом, то, конечно, наибольшее преимущество по улучшению качества жизни, включающийся социальный компонент и когнитивный компонент, эмоциональный, ролевой компонент, безусловно, физический компонент, на стороне тех пациентов, которые получали таргетную терапию фатениба, направленную на необратимое воздействие на рецептор ЭДЖФР. И что еще хотелось бы сказать, что, конечно, очень важно, когда мы имеем возможность контролирования и возможности управления токсичностью. И хотелось бы, чтобы при этом, конечно, когда мы снижаем дозу, то полученное уже наличие препарата в плазме не менялось или хотя бы сохранялось на должном уровне. Так вот, исследование, которое было проведено, четко показало, что снижение дозы, редукция дозы 40 мг до 30 мг не сопровождалось динамики во времени снижением препаратов плазмы, что позволяло достигать и сохранять эффективность лечения на должном уровне, и при этом эффективность, точнее, токсичность тех или иных проявлений контролировалась и значимо снижалась. Данная возможность моделирования эффекта достигается благодаря тем дозам препаратов, которые на настоящий момент представлены. Это от 50 до 20 мг. Хотелось бы сказать, что мы вначале используем дозировку в 40 мг. При хорошей удовлетворительной переносимости мы увеличиваем дозу препарата до 50 мг, а при наличии стойких осложнений, длительных осложнений второй степени, а также при наличии осложнений третьей степени, мы редуцируем дозу до 30 мг, что позволяет достаточно эффективно и своевременно снижать проявление тех или иных побочных эффектов, направленных, связанных с необратимым воздействием на рецепторы GFR. Такие осложнения, о них уже много говорили, мы хорошо их знаем, и этими осложнениями являются диарея, и сыпь, и стоматит, и ряд других. Но опять-таки хотелось бы сказать, что они хорошо управляемы, и динамики значительно снижаются при адекватном снижении дозы по показаниям. И хотелось бы сказать, что опять-таки при вот этом слайде мы сегодня уже видели, но тем не менее это очень важный слайд, явно демонстрирующий, что при снижении дозы препарата менее 40 мг, это никоим образом не отражалось на эффективности по критериям выживаемости больных. В данном случае на слайде представлена зависимость выживаемости без прогрессирования, снижение дозы в течение первых 6 месяцев во всей популяции больных. И еще очень важно, конечно, если мы говорим о качестве жизни, мы сравнивали группы больных, получающих химиотерапию, и таргетную терапию. Хотелось бы, конечно, сравнить, как два препарата, воздействующие на один и тот же, казалось бы, рецептор эпидермального фактора роста второго типа, как эти два препарата оказывают влияние на качество жизни больных. И, в принципе, предварительные результаты, пусть это хоть и плоскоклеточный рак легкого, четко показывают преимущество в контроле заболевания по отношению показателей общей выживаемости для афотениба. И что очень важно, что если мы сравниваем два таргетных препарата, и когда у нас есть возможность выбирать, то при значимом, при учете критериев, направленных на общую выживаемость, а мы уже получили предварительные результаты, то хотелось бы сказать, что при равном мы также должны учитывать и качество жизни больных. И вот здесь, сравнив два таргетных препарата, было показано значимое преимущество по качеству жизни и по критериям физической активности, ролевой активности и эмоциональной активности. Плюс ко всему более значимо контролировали симптомы заболевания, это пациенты сами отражали по модульному опроснику. И здесь безусловное преимущество на стороне терапии афотенибом. Таким образом, когда врач при равных возможностях выбирает между двумя таргетными препаратами, хотелось бы сказать, что, безусловно, важна возможность управления побочными эффектами, а также учитывать и качество жизни больных. И здесь преимущество, безусловно, за препаратом афотениб. И я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить всех за внимание, пригласить на наш симпозиум мультидисциплинарный, который, как всегда, проходит во время «Белых ночей» с 22 по 24 июня. Будет посвящен всем вопросам, касающимся мультидисциплинарного лечения, мультидисциплинарного подхода различных злокачественных опухолей. Благодарю за внимание. Продолжение следует...